В эфире программа «Особое мнение». Здравствуйте, меня зовут Владимир Сметанин. Своим особым мнением сегодня с нами поделится депутат Законодательного собрания Кировской области Дмитрий Русских. Дмитрий Михайлович, добрый день. Добрый день, Володя, добрый день. Все слушатели нашего прекрасного города Кирова и Кировской области. В очередной раз, кстати, первый раз в этом году я на свободном радио «Эхо Москвы». Отлично. На сайтах kirovo.ru я традиционно напоминаю, есть не только аудио, но и видеотрансляция нашего эфира. Кроме того, заблаговременно на нашем сайте мы анонсируем. В программе «Особое мнение», кто будет гостем, есть специальная форма для того, чтобы вы могли задать свой вопрос. Вот, смотрю, вопросов немного, я один из них без подписи. Вас, Дмитрий Михайлович, упрекают в излишнем пиаре, в самопиаре. Как прокомментируете? Ну, человек имеет право на это мнение. Он его высказывает. Он спросил, правда. Вы имеете право ответить. Да, ну, я, честно говоря, не очень понимаю, что такое самопиар. Я отношусь вообще к СМИ очень, как сказать, внимательно. Я очень уважаю эту структуру вообще. Потому что многие проблемы сегодня, если бы СМИ не озвучивали, мы бы вообще об них не знали и в первую очередь не знало бы население. То я сам уже много раз говорил, что никогда деньги за свой пиар не плачу. Но при этом, если меня какие-то приглашают радиостанции или телевидение или газеты дать интервью или комментарии, я с удовольствием это делаю. Потому что это моя точка зрения. И я ее высказываю открыто, никого не стесняясь и никого не боясь. То в данном случае еще раз хочу сказать, что точно я не прошусь на экраны, не прошусь в эфир. Платно не делаю никакие материалы в газетах. Если я сегодня со своей точки зрения интересен каким-то определенным СМИ и населению, то я с удовольствием свою точку зрения выскажу. Хорошо, вот ответ. Начало года, коль уж мы об этом не упомянули, да, начало года преподнесло нам очень много событий, в том числе трагических. Я хочу начать с событий, произошедших в нашем городе 14 февраля. Да, все-таки одно из событий, с которого хотелось бы начать. В пятницу 13 числа на улице Широнецов областного центра, ледяная глыба с высоты пятого этажа упала на детскую коляску. В детской коляске находился месячный малыш. Да, судя по комментариям этого мальчика, к сожалению, уже приходится использовать слово «был». Потому что в ночь на 14 февраля малыш в реанимации скончался. 15 февраля накануне Следственный комитет заявил об аресте на два месяца директора управляющей компании «Лепси-Уют», в ведении, собственно, на котором находился вот этот злополучный дом. Масса, конечно, возмущения, комментариев вызвало это событие в интернете. Одни защищают управляющую компанию, заявляя о том, что нет такого количества людей, нет такого количества техники, чтобы управляшка могла вовремя очистить этот снег. Кто-то обвиняет маму, которая шла с этой коляской, что нужно смотреть, что же там происходит у тебя над головой. Другие, естественно, категоричную позицию занимают в отношении управляющей компании, что ответственность все-таки должна быть и должна быть серьезной. Ну, уже возбуждено уголовное дело, 238-я статья Уголовного кодекса, часть 2-я, пункт В. Максимальное наказание накануне посмотрел, по этой статье, по этому пункту грозит до 6 лет лишения свободы, плюс штраф до 500 тысяч рублей. Ну, естественно, хочется принести соболезнования глубокие, да, соболезнования родителям и родным погибшего ребенка. И, собственно, что дальше-то? Вот что дальше? Ответственность, безусловно, должна быть. Если не помню, Владимир, не изменит, это уже, по-моему, третий случай за эту зиму. Ну, первый смертельный. Да, первый смертельный, но третий случай, да. Первый случай у нас был где-то, по-моему, в начале зимы. В конце октября. Да, бабушка с дедушкой шли, на них упала глыба на двухлетнего ребенка. Значит, тогда была вообще трагическая ситуация. Я, на самом деле, даже позвонил главврачу нашей травмбольницы и спросил, как состояние этого мальчика. Но, слава богу, тогда все обошлось, потому что главврач сказал, что если бы это касалось взрослого, была бы совершенно другая, тяжелейшая травма. Да, ну, слава богу, что дети, они находятся в таком, в более, как сказать, охраняемом состоянии со стороны Всевышнего. И в данном случае, как бы, все обошлось более-менее. Значит, и я думал, что, понимая, что сегодня зима у нас нетипичная, что она очень в этом году снежная, что снега очень много, и мы все с этим снегом не только боремся, но мы от него все страдаем. Особенно люди старшего поколения, инвалиды, ветераны, потому что очень много звонков, когда просто из дома они могут выйти, пройти до магазина. Ну, практически невозможно, эти зайчьи тропы кругом. И точно такая же ситуация на крышах, и точно такая же проблема, она существует везде. И, к сожалению, все-таки, видимо, в начале зимы не всем, кому положено, и управляющим компаниям, и жителям, и городской администрации, взяли на вооружение ту трагедию, которая, в общем-то, не закончилась трагически, да, и все-таки мы в этом году получили то, что мы получили. И, к сожалению, судьбой одной жизни, буквально месячного ребенка, конечно, это очень трогательно и трагично, и вообще, вот, как бы, я считаю, что в данном случае, понятно, что мы все должны, как бы, понимать, что за это все в ответе, и кто пишет, что мама должна смотреть наверх, да, ну, попробуйте пройти с коляски, постоянно смотрев в небо, да, я считаю, что надо смотреть под ноги, в том числе. И тут, конечно, маму винить в том, что так произошло, но, может быть, она смотрела ровно три минуты назад, и все было, как бы, в той точке, было все хорошо, да. То в данном случае, конечно, я думаю, что сейчас следственные органы разберутся, кто на самом деле виноват, но в данном случае, конечно, цена этой трагедии очень велика. Ну, понятно, что между управляющими компаниями и обслуживающими организациями существуют договоренности, да, на обслуживание с городской администрацией, с чиновниками, а вот городская администрация в связи с этим что-то должна сейчас предпринимать. Понятно, что договорные отношения, и все прям по-другому. Ну, отношения договорные, я думаю, что мы должны какую-то услышать и позицию городской администрации, потому что в этом году, еще раз хочу сказать, что такое заснеженное зимой, претензий к городу очень много со стороны жителей города Кирова. Значит, еще раз хочу сказать, что это и страдают автомобилисты, и страдают и просто люди, которые передвигаются пешком. Ну, еще в первую очередь, говорю, хочу сказать, что у меня очень много звонков, в том числе, конечно, от ветеранов и инвалидов и пенсионеров, потому что они в такой тяжелейшей ситуации, потому что им и так сложно передвигаться, еще передвигаться по таким неочищенным улицам, где особенно проходят люди пешком. То в данном случае, конечно, городская администрация должна сделать из этого урок и все-таки какую-то определить форму работы и взаимодействия еще более жесткую с управляющими компаниями, ну и, может быть, даже какую-то создать структуру, которая будет именно из числа уже действующих чиновников делать осмотр города именно тех мест, где, в принципе, есть большая опасность хода снега. При этом, я думаю, что и кировщини должны занять очень активную позицию и в срочном порядке сообщать именно те места, где требуется немедленно очистка крыш от снега. А Вы согласны с тем, что в дынешней зимой, да, ну, в первую очередь, студенты, волонтеры так называемые, да, они помогают детским учреждениям, социальным учреждениям избавляться от излишек снега. Действительно все, иначе уже никак не исправить? Ну, понимаете, тут такая двойная ситуация, да. Да, с одной стороны, хорошо, что есть те люди, которые сами готовы где-то что-то убрать, но в данном случае мы говорим о том, что у нас сегодня есть целые двора, дворы, улицы, где живут люди старшего возраста, и понятно, что в данном случае они не смогут выйти все дружно и прибрать свою территорию, хотя, в принципе, они и так за нее платят, да. Конечно, хорошо, что есть энергичная молодежь, которая готова это делать и помогать, но я думаю, что это не решение глобальных проблем. Вот там какой еще нюанс есть в связи с этой трагедией на улице Широнинцев. Следователи провели выемку документов в офисе, да, управляющей компании Лепси «Уют», и выяснилось в ходе этой выемки, там есть акт. Акт о том, что крыша была очищена двумя днями ранее, 11-го числа, пока непонятно, что это подлог или там остатки, снова снега туда навело. Ну, я понимаю, что в те дни такого сильного снега не было. Такой откровенный обман получается? Или обман, или на самом деле, может быть, не убрали до конца крышу, и она там от какой-то положительной температуры немножко сдвинулась ближе в сторону падения, и это произошло. Ну, я еще раз хочу сказать, что в данном случае следственные органы, я думаю, что разберутся, и, в принципе, наверное, все свои выводы они в СМИ сообщают. Но вы согласны с тем, что директор все-таки управляющей компании, в отношении него избрана мера в виде ареста двухмесячного? Не сложно оценивать там его участие, но, в принципе, человек ответственный, если управляющая компания, он, которую возглавляет, то понятно, что вся ответственность за работу этой компании на определенной территории и на тех домах ложится, в первую очередь, на него, как на руководителя. Если ты там что-то не знаешь или сомневаешься, но одевай валенки и иди смотри свою территорию, осматривай, где на самом деле тебя обманули, не огребли снег, а сказали, что огребли, или где на самом деле критическая ситуация. Я думаю, что, в принципе, как раз именно чисто со своей стороны директор должен следить за своей территорией, если он хозяин и руководитель компании. Хорошо, еще одно событие, имевшее место бы 14 февраля, в субботу. Произошло то, слухи, о чем ходили довольно-таки давно. 14 февраля президент России подписал указ о назначении генерала-дейтенанта Солодовникова Сергея Александровича начальником главного управления Министерства внутренних дел по Самарской области. Кто возглавит наше управление, пока неизвестно, хотя тоже там на уровне слухов. Ну да, там уже какая-то информация есть. Из Хабаровского края, да? Полковник. Сотрудник, да, в звании полковника, возможно, к нам придет. Вот, оглядываясь на почти что два с половиной года, да, в течение которых Сергей Александрович возглавлял нашу ОМВД, как вы оцениваете его деятельность? И вот с назначением его новое, сколько для вас было ожиданное, неожиданное? Да нет, ну, в принципе, слухи ходили давно. Мы, если там кто внимательно понимает в должностях, то Сергей Александрович у нас генерал-лейтенант, а должность Кировского ОВД, она генерал-майорская. Там всегда была и... Ну, чуть пониже. Да, мы прекрасно понимали, что это, наверное, какой-то определенный этап его жизни, и в данном случае он тут точно не навсегда пришел. Оценивать его работу, ну, в первую очередь, я думаю, что должны оценивать там кировчане, должны жители Кировской области. И со своей стороны, хочу сказать... Ну, вы же тоже жители, вы же тоже имеете право на свое особое мнение. Значит, во-первых, он совершенно нетипичный руководитель МВД по сравнению с которыми были раньше. Это, может быть, кто-то из слушателей также скажет, что он чересчур там много был на СМИ, и он сам себя пиарил. Ну, это, может быть, сегодня, на сегодняшний день такая работа, да, вот быть каким-то публичным человеком, который, в общем-то, понимает, чем должно заниматься не только ОВД Кировской области, но и там городская администрация и правительство Кировской области, если они там свои функции не исполняют так, как хотели видеть бы в этом плане жители города Кирова и Кировской области. И в данном случае, по крайней мере, та проблема, которая всегда у нас была и, в первую очередь, с патрулированием города и с безопасностью дорожного движения, вот, все эти созданные структуры, ну, на самом деле, мне кажется, все-таки... Вы имеете в виду, в том числе, ДНД и общественное движение? И общественное движение, и ночной патруль, значит, в принципе, все равно какую-то положительную тенденцию внесли, потому что мы видим сегодня динамику падения и уличной преступности, и, в том числе, и дорожного движения. Буквально у нас в феврале, 19 числа будет... Очередное пленарное заседание? Я буквально вчера прочитал отчет у МВД по поводу динамики 2014 года, но, в общем-то, я хочу сказать, что, судя как там написано, динамика в Кировской области на уровне Российской Федерации и Приворского округа довольно-таки очень неплоха и, можно сказать, что даже положительна в плане сокращения различных преступлений. Ну, я не знаю, можно ли так говорить, но, по моему мнению, можно. Финальным аккордом, так сказать, пребывания генерала Солодовникова в должности начальника нашего управления МВД стало задержание авторитета Прокопа, Прокопьева, да, Михаила Юрьевича. Много сейчас тоже мнений по этому поводу, что если все-таки будет следствие глубоко копать по этой группировке, то много чего накопают и полетят головы многих и многих известных людей в нашем городе. Вы какой точке зрения придерживаетесь по этому поводу? Ну, какая точка зрения? Во-первых, значит, хочу сказать, что, насколько я понимаю, то, что произошло и то, что сегодня находится на общем, как бы, внимании, это работа не только, мне кажется, в МВД, это и Следственная комитета и ФСБ на Рокировской области. Значит, как у меня сказал один знакомый, все-таки их задержали там, да. Ну, на самом деле, оценку очень сложно сейчас давать, да, у нас есть определенные структуры, которые сейчас должны провести следственные эксперименты и все прочее. Со своей точки зрения скажу, что, ну, как ты сейчас сказал, что может потянуться там определенная цепочка. Ну, наверное, может, потому что, в принципе, это произошло там через 20 лет, а не 20 лет назад, да, когда можно было раньше это все, как бы, производить. И многие сегодня ведь в городе, для многих даже, вот, кто выжил в те периоды, кто занимался бизнесом, вот то, что сегодня происходит, такие вещи говорится, это не секрет. Многие ведь задаются вопросы, да, все. А почему, что, раньше не знал, что ли, полиция об этом? Значит, со своей точки могу сказать, что, значит, была какая-то индулигенция, которая через какой-то промежуток времени закончена. Это личная заслуга уже бывшего начальника МВД? Ну, по крайней мере, Сергей Александрович ни разу по этому поводу не высказался, вот именно по задержанию вот этой группы, значит, и как-то, в общем-то, все очень ровно себя ведут вот на площадке СМИ. То, видимо, все-таки не только его заслуга, я еще раз говорю, что, наверное, это какая-то общая работа и Следственного комитета, и ФСБ. А с приходом новой метлы, так скажем, да, в полицию в Кировской области, вы что-то ждете нового, какого-то кардинального поворота или нет, пусть продолжают в том же духе? Ну, я вообще считаю, что с приходом любого человека должна быть какая-то определенная линия, да. Она, наверное, все-таки, как бы, действует согласно, там, Министерству внутренних держа Российской Федерации, да, и там посыл там задается. Здесь люди выполняют свою работу, там, единственное, кто выполняет ее, там, качественно или некачественно, там, как бы, информационно или неинформационно, да, значит. То в данном случае, я думаю, что никаких, там, больших изменений не будет, и кто бы ни пришел, все равно процесс будет идти тот, который идет. Так, давайте углубляться все-таки, да, в социальную тематику. Еще одно событие, имевшее место быть 14 февраля на Театральной площади. Где прошел, прошло народный сход, народное вече, как позиционируют его некоторые СМИ, но, юридически, языком выражаясь, это все-таки встреча с депутатом, наверное, я имею в виду вашего коллегу по законодательному собранию Кировской области, Валерий Николаевич Туврулов. Валерий Николаевич в этом плане очень активный человек, он успевает там за неделю несколько сходов собрать, несколько, много встреч провести. По оценкам, опять же, некоторых СМИ, порядка 200 человек собралось в минувшую субботу на Театральной площади в качестве меры по выходу из кризиса. Депутат Туролло предложил, цитирую я сейчас средства массовой информации, сохранить рабочие места, проиндексировать зарплаты, пенсии, стипендии на уровне инфляции, восстановить все социальные льготы, заморозить рост тарифов ЖКХ, отменить закон о капремонте, внедрить систему реализации продукции местных товаропроизводителей, ну и так далее и тому подобное. Вот с этими мерами вы согласны? Ну, понятно, что я с ними по-любому согласен, по одной простой причине, это бы все привело к тому, чтобы наше и так небогатое население еще не беднело сильнее, чем у нас сейчас беднее. Понятно, что это было бы, конечно, очень хорошо, и, наверное, в большинстве цивилизованных и правильных стран, когда начинается какой-то определенный кризис, то цены падают, как бы помощь государству увеличивается. Цены растут, наоборот? Нет, падают. В нормальных странах все падает. Или хотя бы сохраняется в том... Вы сейчас о нормальных странах. Я о нормальных странах, да, вот как должно быть, по идее. Значит, то идет поддержка государства и банков малому и среднему бизнесу для того, чтобы поддержать экономику, идет поддержка промышленности. И, в первую очередь, это делается для того, чтобы не выросла безработица, и наши люди не потеряли те работы, которые они хотя бы имеют. Но, в общем-то, это нормальная динамика, мы уже точно не говорим, что там растут коммунальные платежи, растут продукты сильно, как у нас в стране. Значит, это так должно, в принципе, быть. Для этого и существует система государства, которая должна обеспечить максимально незаметно на бытовом уровне для большинства жителей любой кризис. Да. У нас происходит с точностью наоборот. Да, мы говорим, что у нас кризис, при этом там нефть падает, бензин фактически там или растет, или остается на том же уровне. А как и остается. Да. А льготы все отменяются, значит, вводятся какие-то дополнительные налоги, идет повышение там ставки рефинансирования в банках там практически в разы, что фактически останавливает работу малого и среднего бизнеса. При этом приводятся какие-то новые, как вам правильно сказать, сборы с населения в виде капремонта, которыми я считаю, что это афера века. И до сих пор это будут подтверждать, и у меня уже математически все сходится. Но назад на пути нет. Понятно, что есть федеральный закон, это обязательный платеж, но тем не менее, когда из там 10, допустим, звонков мне от моих избирателей, там 8 касаются капремонта, платить или не платить, и какие сволочи придумали вот это все там, да. Очень сложно говорить о том, что на самом деле сегодня при той собираемости, которая будет при оплате, эта программа, которая рассчитана изначально при собираемости 95-96% на 30 лет, то при сегодняшней жизни и то, что наше население уже не в состоянии платить все те обременения, которые на него ложатся, значит, это будет в 3 раза дольше. То есть, получается, этот фонд будет рассчитан не на 30 лет, а на 90, потому что собираемость упадет раза в 3-4. А, кстати, вот не так давно представители фонда капитального жилья, ремонта были в нашей студии, они заявили о том, что порядка 1200 домов из 10 тысяч в области они собираются в этом году уже каким-то работам подвергнуть. Ну, флаг им в руки. То мы с вами четко, ну, я думаю, что очень сложно сейчас вообще оценивать их возможности им по одной простой причине, мы еще не знаем динамику собираемости этого налога или как бы оплаты, допустим, за декабрь, январь, февраль. Вот пройдет первый квартал, мы увидим динамику. Так как у нас платежки пришли отдельно, да, есть как бы экспериментальные области, где это проводилось. При отдельной платежке собираемость в трех областях, где был эксперимент, составляла 15-25%. От 100%, да, то мы там четко говорим о том, что этот фонд не будет собираться настолько, насколько сегодня они планируют его собирать. Потому что еще раз хочу сказать, что население не в состоянии оплачивать дополнительные введения тех вещей, которые сегодня им вводятся. При сегодняшнем громаднейшем росте цен на продукты питания, на лекарства, удорожание сегодня фактически всего, чего можно удорожить. При всем при этом мы говорим, что возрастают коммунальные платежи. С 1 марта возрастает проезд в общественном транспорте и так далее. Но при всем при этом зарплаты остаются или в том же формате, которые были, или, как говорят сегодня очень многие учителя, что в январе, не только учителя, что вроде бы всем продекларировали, что будет подъем на 5,5. На самом деле люди получили зарплату меньше в январе, чем они получали в декабре и в ноябре. То мы сегодня говорим, что доходы населения падают, а собираемость и за что должны платить люди, в разы возросло. У региональных парламентов, как известно, есть право законодательной инициативы выходить на Госдуму. Может быть выходить с предложением заморозить, мораторий какой-то временный ввести по поводу капремонта. Нет у вас такого мысли еще? По капремонту мы уже писали определенную часть депутатов, когда принимался этот закон в Госдуму, чтобы его вообще отложили и не принимали. Ну, видите, реакция, она такая, какая есть. При всем при этом я еще раз хочу сказать, что когда на самом деле, как нам говорят по федеральным каналам, что у нас экономический кризис и нам тяжело, то должно быть всем тяжело. И не надо сегодня все проблемы, которые возникли в нашей области из-за отсутствия экономики и коррупции, перекладывать на наше население. Потому что еще немного и наше население взорвется. Потому что в данном случае сегодня не только предлагают пояса затянуть, еще на голову одеть веревку для того, чтобы повеситься. Потому что я еще раз хочу сказать, я не представляю, как можно сегодня, при сегодняшних ценах, выживать в нормальной, молодой или пожилой семье. А взрыв какой вид будет иметь, на ваш взгляд? Что это массовые протесты, выступления, не знаю. Ну, я точно не сторонник революции, но, по крайней мере, это как-то может перерождаться. У нас и так-то сегодня население не любит власть. Тем более, когда мы видим, что власть ничего не делает по отношению к себе, для того, чтобы сэкономить сегодня областные или городские деньги. В принципе, кто как получал, большая зарплата, они так и получают. Как они ездили на дорогих машинах, они точно так же ездят. Сокращение штатов я тоже не вижу ни в городской, ни в областной администрации, пока до сих пор я не увидел оптимизацию. Значит, ничего не делается, но при этом очень быстро принимаются решения по отмене льгот в проезде в общественном транспорте. Да, вот 30 декабря раз, всем выдали, и, пожалуйста, ребята, бегайте и танцуйте. Ну, конечно, огромное, да. Но ведь власть это преподносит под тем соусом, что более адресно будут предоставляться. Я согласен, что такое адресное, да. Мы сегодня говорим о том, что сегодня мы решили поделить пенсионеров, да. Бедных, очень бедных и самых бедных. У нас любой пенсионер сегодня, если он не получает добавку из областного бюджета, как пенсионер, там, чиновник, у нас, по-честному сказать, все пенсионеры бедные. И не надо их разделять. Или у тебя там 11,234, там, прожиточный минимум, или 12 тысяч, или 13. При любом раскладе, при сегодняшней жизни, при сегодняшних ценах на лекарства, на коммуналку и на продукты, они все бедные. Да? Ну, я не представляю, как, допустим, мы сегодня говорим о том, что мы самая богатая страна, мы там супердержава, если мы посмотрим сегодня динамику, там, этих же пенсий в мире, там, или в Европе, давайте возьмем Европу цивилизованную, в которой мы там говорим, что она вот совершенно неправильная. Но сегодня даже в той стране, как Греция, минимальная пенсия 900 евро. Да? У нас сегодня получается, при том курсе, когда наша рухнула национальная валюта, то это фактически получается 150-200 евро, у нас сегодня средняя пенсия пенсионеров. При том, что цены на лекарства и на продукты, и на ЖКХ, они значительно выше, чем в Европе. То мы сегодня говорим, если еще вы и льготы хотите у них все забрать, а как им выжить? Сюда есть очень большое, простое предложение. Можно убрать все льготы, но дайте пенсионерам достойные пенсии. Вот будет пенсия 40-50 тысяч, да? Не надо никаких льгот. Они сами проедут и сходят в больницу, и купят лекарства. Им никакие льготы не нужны. Но если вы сегодня им даете ту пенсию, на которую фактически нельзя прожить, то вы на каком основании у них забираете льготы? И делите их сегодня бедные, очень бедные и не очень бедные. Они все бедные у нас, к сожалению. У нас на прошлой неделе был очередной эфир, посвященный как раз-таки отмене льгот на проезд в общественном транспорте. Один из позвонивших задал такой вопрос. А нельзя было подсчитать, а сколько нужно денег вообще, чтобы не отменять эти льготы? Все посчитано. Мы вопрос этот конкретно задавали господину Шерчкову Матвееву, которая является инициаторами этих движений всех. Для того, чтобы сохранить льготы с учетом того, что проезд подорожает с 1 марта до 19 рублей, нужно областному бюджету 400 миллионов. Они сегодня заложили 160. Вот вам вся арифметика. Сегодня придуманы такие условия, не говоря об ободренности. Нет в принципе тех части населения, которым бы эти льготы не нужны были, возможность проезда. Просто решили, что часть не пойдет доказывать свой доход. Или по состоянию здоровья, или потому что дворы не пройти, не успеть, особенно молодые семьи, и не до этого. Хотя я вам честно говорю, что я хожу как президент федерации бокса в наши кружки, и вижу, что из 15 детей уже сегодня 5 человек ходят пешком. Не из-за того, что они спортсмены. Из-за того, что родители не могут им дать деньги для проезда. И ребята ходят на тренировку даже в мороз фактически пешком. То в этой случае и молодежь какая-то, родители не пойдут доказывать, потому что они работают. Но все рассчитано на то, чтобы создать такой кордон, при котором 50%, как нужно, для того, чтобы из 400 въехать 160 миллионов, просто не пришли и не сделали заявление. При этом потом нам скажут следующие наши руководители, что люди же сами не пошли. А куда они пойдут? Они будут правы. Ну, я не думаю, что они будут правы. Потому что есть возможности ходить или нет возможности ходить. Если, допустим, мы говорим о том, что да, инвалидам, ветеранам тяжело, а молодым семьям и родителям им некогда. Это надо кучу бумаг собрать, это надо куда-то записаться, прибежать. Ну, понимаете, это гораздо там, на самом деле все сложнее. Для чего такие сложности? Мы все прекрасно понимаем, что сегодня дети, инвалиды и ветераны должны пользоваться этой льготой. По крайней мере, если мы говорим о том, что пояса должны все затягивать, то мы говорим, а где оптимизация правительства Кировской области и городской мэрии? Где сокращение бюджетных средств на содержание покупки машин, чиновников и различные инвестиционные непонятные проекты? Этого мы не видим. Но мы видим другую сторону, что сегодня еще готовится определенный пакет, сейчас не буду людей пугать, тоже касается определенных отменных год или создания проблем для получения. Давайте чуть-чуть поподробнее, если можно, об этом уже после короткой рекламы. Прервемся на полторы минуты, после которых продолжится особое мнение о антикризисных мерах, вернее не так, о новых способах наступления на кошельки. На кошельки, но это не антикризисные меры. Нет, я считаю, что антикризисные меры, они не должны заключаться в одну сторону, как с населением больше собрать денег и как больше его обложить различными налогами и сборами. Это точно не тот путь, который мы должны понимать, что это точно не спасет экономику Российской Федерации. Что готовится? Можно приоткрыть? Я по антикризисным мерам не знаю, ты мне вопрос сейчас задал, то, что готовит правительство Кировской области. Но я вам точно говорю, что я, если посмотрите динамику, уже в 2013-2014 году при обсуждении бюджета в Кировской области, я уже тогда говорил о том, что мы видим сегодня, что экономику начало трясти. Это было видно уже в конце 2013 года, по многим параметрам. Это еще было видно в 2014 году. И сегодня принимать антикризисные меры, когда уже петух в одно место плюнул, это глупо на самом деле. Я думаю, что понимая всю ситуацию, которая сегодня сложилась, еще даже не сложилась, а складывается в экономике Российской Федерации, правительство Кировской области должно было уже в 2013-2014 году совершенно по-другому формировать бюджет и по-другому распределять приоритеты. К сожалению, я это не увидел. Какой сегодня антикризисный проект готовят, я, честно говоря, не слышал, не знаю и не видел. И пока на ЗАГС-собрании мы это не обсуждали, и сложно мне сейчас оценить. То, что касается сегодня, то, что еще какие готовятся отмены, это тоже пока в рамках определенной информации, которая до нас должна в ближайшие феврале-марте прийти. В общем, слух. В ЗАГС-40 можно почитать. Ну, я бы не сказал, что это слух, потому что эта информация идет совершенно из тех органов, которые, в общем-то, все это готовят в нашем аппарате. Значит, однозначно будут там внесены определенные изменения. Ветеран труда Кировской области уже говорят. Значит, о законе, значит, о больших семьях, ну, о многодетных. Значит, третье, о льготах учителям тоже вопрос заходит. О льготах об инвалидам заходит вопрос. То постепенно сегодня разговоры уже начинают, как бы, заходить обо всем. И все эти разговоры, они, опять же, не в радужном свете. Они однозначно не в радужном свете, и однозначно они будут касаться большинства населения. В какую форму они перейдут, я могу только догадываться. Но если разговоры пошли, и начинается подготовка документов, то какая-то часть, как бы, этих слов, я думаю, что большинство, будет все-таки в жизнь воплощена благодаря, там, правительству и большинству депутатов. И когда нам сегодня, там, везде говорят, там, и Никита Юрьевич, и зам у него о том, что у нас сегодня, там, льготников, там, в области, там, почти 600, там, или 800 тысяч, и это не безадресно, да. Ну, на самом деле, это ведь не из бухты, барахты все взялось. И мы сегодня еще раз говорим о том, что, если у нас будет зарплаты высокие, заработица будет низкая, пенсии будут достойны, то, в общем-то, можно все, льготы всего брать, да. Мы пока видим совершенно другую динамику. — Да, я там не хочу сегодня обсуждать, но если бы мы бы все получали пенсии, как у нас бывшие госчиновники, да, может быть, можно было бы от многого чего отказаться. Но при всем при этом, это там уже другой этап, там, да. На сегодняшний день я не вижу, что по этому, там, части населения, какие-то идут изменения для того, чтобы сократить их, там, доплаты из областного бюджета этим людям. — Эти вопросы, эти предложения, о которых вы сейчас упомянули, они будут выноситься на рассмотрение ЗАГС-собрания? — Конечно, там изменение законов по-любому пойдет через ЗАГС-собрание. Это будет февраль-март, я думаю, что апрель. То с этой точки зрения, конечно, у меня возникает очень много вопросов. Мы на самом деле ничего нормального не сделали для того, чтобы как бы сохранить эти льготы, потому что где надо было сокращать, мы ничего не сократили. Где нужно было остановиться, мы не остановились. Где нужно было кому помогать, мы не помогли. И, в общем-то, мы сегодня имеем то, что мы имеем. И на самом деле, как бы, можно сегодня много что говорить, но у меня всегда вопрос возникает один. А куда в самой богатой стране, как мы всегда называем, и супердержаве, к которой мы всегда стремимся, и то, что мы там можем, что угодно там, куда в один момент делись все деньги? Да, упала нефть. Упала в два раза. Хорошо, окей. Но она 15 лет была по 120 долларов за барбель практически. То сегодня потенциал там нефтедолларов в страну за эти 10, там, 12, 13 лет составил 3 триллиона 300 миллиардов долларов. Это нефтедоллары. То в данном случае я смотрю и удивляюсь, а куда эти все деньги-то делись? Большинство населения Российской Федерации они никогда и не видели, и не знали. А мы не говорим, что мы должны их там потрогать или почувствовать, но для того, чтобы хотя бы такие деньги все-таки в нашу страну поступали, и нам был дан уникальный шанс вообще. Никогда российское государство и советское никогда не имело такую цену на нефть столько лет. Это была максимальная цена, которая вообще может быть. Вернее всего, что никогда уже больше к ней не вернемся. То я вижу по нашему городу, садики не успели отремонтировать, школы не отремонтировали, дороги не сделали. Воду чистую, которую нам 20 лет обещали, так и не привели. У нас так и нет нормальной чистой воды. У нас люди платят за воду, которая бежит в кране, и автоматически еще идут и покупают их для того, чтобы пить. Да, вот такое двойное налогообложение там. И там вода, и тут вода, и за всю надо платить. То мы даже за это уникальное время для Российской Федерации, для экономики, в общем-то ничего не смогли, не успели сделать. И как только нефть упала там в октябре, в ноябре, у нас сразу все деньги закончились, начали одни сокращения. Это снимаем, это закрываем, это убираем и все прочее. Вопрос. А как другие страны живут, у которых тоже нефть упала? У них там нефть дешевеет. Да, простите, бензин дешевеет, по крайней мере. Да, мы всем знаем. Слушайте, бензин, Европа не добывает нефть, да, никакой. Но у них почему-то падают цены на бензин, что автоматически приводит к тому, что транспортные расчеты становятся дешевле, билеты на самолеты тоже дешевле. Такая динамика, да. В общем-то, все начинает дешеветь, потому что если логистика дешевеет, то и продукты питания точно не растут. Это быстро очень... И сегодня вся Европа рада, что нефть упала. Потому что, в принципе, это для обывателя хорошо. У нас с точностью все наоборот. У нас билеты внутри страны стоят, как, я не знаю где, как в космос полететь. У нас остается буквально две минуты до конца передачи. Так что, в данном случае, я хочу следующее сказать, что для того, чтобы понимать всю глубину нашей проблемы, мы должны четко видеть и понимать, что когда нам пытается телевизор поменять на холодильник, мы видим только то, что в телевизоре. А на самом деле, если мы сегодня реально с вами посмотрим наш холодильник, то холодильник или полупустой, или он составлен из продуктов совершенно уже по другим ценам. И, значит, так как мы уже с тобой обсуждали, что зарплаты не выросли, то, значит, и сегодня любой наш кировчанин покупает продуктов питания меньше, там одежды меньше, этого меньше. Потому что, в принципе, покупательская способность его зарплаты, она реально упала почти в два раза. Потому что у нас национальная валюта... Национальная валюта в два раза. Да, национальная валюта фактически взлетела в два раза. То есть не взлетела, а упала. Что привело к росту цен почти в два раза. Потому что, к сожалению, импортозамещение в нашей стране очень сложно сейчас произвести. 90% у нас все-таки товара, которые мы закупаем за территорию Российской Федерации. И мы привязаны к евро, к доллару очень плотно. Будет только хуже, по вашим ощущениям, на уровне страны, на уровне нашего региона? И что должны предпринимать власти? Если... Вот еще раз хотел бы сказать. Я бы очень хотел, чтобы хуже не было. Но сегодня все отношения и власти, и именно то, что происходит в экономике, и отношение к малому и среднему бизнесу, и к промышленности, к производству, сельскому хозяйству, показывает о том, что пока каких-то шагов для улучшения экономической ситуации, именно создание не военной мощи, а экономической мощи. Потому что я считаю, что в первую очередь должна быть экономическая мощь. Мои люди, мои земляки, должны жить там точно счастливо. Они должны жить там, не голодать, нормально одеваться, питаться. Они, значит, будут улыбаться, значит, они будут довольны. И это приведет к тому, что страна будет с каждым днем все сильнее и сильнее развиваться. То я видел бы развитие страны, в первую очередь экономической. Для того, чтобы накормить все население, а его одеть, а потом уже дальше смотреть, куда нам двигаться. При сегодняшней ситуации, когда я вижу, что происходит даже на территории Кировской области, можно далеко не отъезжать, 20 километров, и видно, как живут люди, то мне когда по телевизору я вижу, что посылают по 100-200 машин гуманитарки за территорию Российской Федерации, я думаю, что не туда ее повезли. Вот ее надо уже везти на территорию Российской Федерации, потому что свой народ точно так же живет бедно, голодает и недоедает. Но я считаю, что в 21 веке самой богатой стране мира такого не должно быть по определению. И, к сожалению, пока какого-то отношения именно в эту сторону экономическую, как сократить госаппарат, как побороться с коррупцией, как начать промышленность и производство, как поддержать малый и средний бизнес, как правильно сделать пенсионную систему более работоспособной и все-таки, которая могла бы в самой богатой стране дать своим пенсионерам достойную пенсию. И тогда отменяйте все льготы. И льготы не нужны. Но у нас совершенно другая динамика. Не стекает наше время. Да, время, к сожалению, не стекает. Только вошли в проблему. Спасибо, Дмитрий Русских, депутат Закцебрания Кировской области. Спасибо, что пришли сегодня. До новых встреч. Да, Владимир, вам спасибо тоже. До свидания. Спасибо.